Давайте. Прокурор 1-го отдела Уголовного судебного управления прокуратуры Саратовской области Шишкина Ирина Владимировна, государственная обвинительная по уголовному делу в отношении Зайцевой и Веры Николаевны. Что хотелось бы сказать, и этого решения ждали многие, в том числе и отец погибшего мальчика, и девочки, которая осталась инвалидом. Что хотелось бы сказать, что гибель ребенка, его смерть это всегда трагедия. Одно дело, когда это болезнь, либо несчастный случай, а другое дело, когда это убийство. Убийство матерью своего ребенка – это высшая степень жестокости. Зайцева Вера Николаевна на протяжении всего судебного заседания ни единого слова не произнесла. Она не раскаялась. Своих детей она даже не могла назвать ни сыном, ни дочерью. Предназначение женщины заключается в том, чтобы рожать детей, но не убивать их. Но Зайцева поступила иначе. Почему она так поступила? Как она сама объяснила, не послушание. Ее сын отказался делать уроки, и тут же она ему вспомнила все, что когда-то он делал плохого. И, скажем так, тут же это все перешло на ее дочь. Результат какой? Вместо понимания, вместо тепла, в любви матери они получили агрессию, злость, нетерпимость. А мать должна быть терпимой к своим детям. Все мы имеем детей, мы все это прекрасно понимаем. Что касается наказания. Наказание, я считаю, наказание справедливо с точки зрения закона. 20 лет лишения свободы. Есть теперь время у Зайцевой подумать. Возможно, она все же раскается. Потому что сына ее, Ивана, 8-летнего мальчика, уже не вернуть здоровье ее дочери пятилетней, которая осталась инвалидом. Что касается моральной, с моральной точки зрения, с нравственной точки зрения, пожизненной лишения свободы, мы, к сожалению, законодательством это не предусмотрено. Такой вопрос. Вот отец детей, как я понимаю, он с ними не жил? Там была какая-то история. В 2013 году они развелись, но, тем не менее, периодически проживали вместе, не жили официально, не развелись в 2021 году. Но Зайцева, она периодически забирала детей, уезжала в другие города и, в конце концов, решила, что ей нужно вернуться в деревню, в эту прокузину, где все произошло, и жить все-таки с Зайцевым. Зайцев сам работал, ну, будучи разведенными, он сам работал в городе Энгельсе. То есть очень часто дома отсутствовал, поскольку зарабатывал деньги для семьи. Но они проживали вместе до 22 декабря, до произошедшего. В дальнейшем он сможет вернуть обратно девочку в семью? А он сейчас проживает с девочкой вместе с дочерью, он не лишен родительских прав. Девочка проживает с матерью Зайцевой, то есть с бабушкой, и, соответственно, с отцом в городе Энгельсе, поскольку, как пояснил отец, возвращаться в деревню не считает нужным, поскольку, чтобы ребенка не напоминать о произошедшем. Большое спасибо за информацию.